Мы не просто верим пророку Мухаммаду, что он сказал, что я пророк. Нет. Он показал чудеса, сверхъестественные какие-то действия, которые доказывают, что это необычный человек, что это является посланником Аллаха Субханаху Атала. Его чудеса, его какие-то сверхъестественные какие-то действия, явления, которые сопровождали его. Туда же ученые относят также Священный Кур'ан. Кур'ан – это самая большая му'джиза пророка Мухаммада, саллиллаху алейкум ассалам. Это книга, в которой есть информация, которая будет подтверждаться до конца света. То есть, какая-то информация, которая является на то время еще научно неведомой. Потом, через столетие открытия, коротко в Кур'ане, оказывается, это все было уже написано. Мы не должны думать, что все, Кур'ан полностью все разгаданно, как говорится, все ясно. Нет, там есть еще моменты, которые еще не ясны. Но они будут потом, позднее, значит, открыты учеными, и потом мы найдем. О, вот что подразумевалось здесь. Чтобы, как бы, чудеса всех пророков исчезали вместе с этими пророками. Чудо пророка Мухаммада, саллиллаху алейкум ассалам. Кур'ан, он останется до конца света. До конца, пока будут мусульмане, пока Кур'ан будет, там будут находить новые и новые подтверждения, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум ассалам, говорил об этом, подтверждал это. Кроме вот этих, первое, еще одним, ученые говорят, еще одним, как бы, доказательством его пророчества, кроме того, что мы упоминали, была, вообще, сама его, как бы, сама его нравственность. Ну, давайте сначала мы начнем с хадисов, которые доказывают, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум ассалам, был пророк. Первый хадис, имам Термезе передает его от Абдуллаху ассалама. Абдуллаху ассалам был иудейским священником, был раввином, был одним из авторитетов, лидеров, иудеев, Мадине. Он говорит, он принял ислам последствия. Абдуллаху ассалам говорит, когда пророк, саллиллаху алейкум ассалам, прибыл в Мадину, а иудеи ждали последнего посланника. У них в книгах, в Торе, везде упоминается по имени. Хотя они были искажены, но вот в современном Евангелии, даже до сих пор сохранилась Евангелие, на еврейском, на арамейском языке до сих пор упоминается имя Мухаммадим. Мы говорили, они говорят Илях, то есть Бог. Им, эта частица им, это как бы величественный. Иллюхим, они великий Аллах. Мухаммадим, они сохранили, хотя в других, во всех переводах, греческом и остальных, они имя перевели. Хотя имена не переводятся. Мы если Абдуллах, мы не говорим раб Аллаха. Он Абдуллах, так и остается Абдуллах. Имена не переводятся. Они исказили свои писания тем, что они перевели имена пророка Мухаммада, саллиллаху алейкум, и кроме как вот в этом, на арамейском языке, которое современное Евангелие, нигде мы имя его не находим, именно вот как оно есть. Переводы есть, переводы тоже искажены. Вот сейчас нынешний там на арамейском языке, там читается, Мухаммадим, оно есть. И Абдуллах, они ждут, они последнего посланника ждут, и он говорит, я отправился посмотреть на него. И когда я увидел его лицо, он говорит, внешнее, именно внешнее, он еще не разобрался его нравственностью, и он говорит, я убедился, что лицо его не является лицом лжеца. То есть это о чем говорит? Само даже лицо пророка Мухаммада, саллиллаху алейкум, оно уже внушало доверие этому человеку, внушало веру в этого человека. И он говорит, а иудеи мы знаем, они были очень недоверчивы в этих вопросах. Они знали и религию, они знали и признаки этого пророка. И Абдуллах, амдулсалам, принял ислам. Еще в нескольких других вариациях этот хадис, кроме имама Теремези, тоже идет. Следующий хадис идет Римса Ат-Тейми, он говорит, я отправился однажды к пророку, алейкум, саллиллаху ассалам, и со мной был мой сын. и мне показали пророка, алейсалату ассалам это говорит, что Абу Римса не знал пророка он пришел там толпа людей и он говорит, мне показали его я когда посмотрел я сказал, это пророк Аллах то есть Абу Римса Абу Римса кто такой был Абу Римса был врачом у них он лечил больных он читал заклинания и он знал пророка, алейсалату ассалам и он когда, то есть узнал не знал, а узнал, он когда увидел он уже понял, что это не то есть нет, он не лекарем был просто он был человек, у арабов была особенность у каждой нации бывают какие-то значит науки или какие-то направления какая-то деятельность которым они имеют превосходство над другими у арабов это была поэзия это одно второе, у арабов была такая одна область, в которой они были непревзойденными арабы были очень искусные следопыты арабы были также очень искусные люди в определении по внешним признакам родословной человека они могли посмотрев на человека определить какому роду он принадлежит такая способность была у арабов в те времена даже упоминается когда Зайд Мнухариса это бывший раб пророка пророк его женил на Уму Айман Уму Айман была эфиопка то есть чернокожая у них родился сын Усама Усама тоже был чернокожий в мать пошел Зайд светлый и люди начали значит клеветать а она гуляла его это не твой сын и Зайд за это переживал очень переживал хотя он не сомневается в порядочной своей жены но все равно людские языки однажды Зайд с сыном Усамой лежали обедом там возле Кабы по-моему и один из этих арабов именно специалистов в этой области он пришел увидел только ноги это ноги черного это ноги белого он говорит этот сын этого и Зайд очень обрадовался он по ногам определил что это его сын хотя кожа разная Абу Римса говорит я когда посмотрел сказал это пророк Аллах это действительно пророк по внешности видно что это непростой человек это пророк следующий хадис имам муслим передает и другие о том что Димад бну Са'ляб он был из племени Аз Душануа он был знаком с пророком алейсалату ассалам еще в джахили и когда он однажды прибыл в Мекку уже после пророчества урейши говорят Мухаммад сумасшедший с ума сошел человек отрекся от веры хотя он никогда не был в их вере но осуждает нашу веру оставил веру предков и так далее Димад говорит ему хочешь я прочитаю над тобой заклинание молитв вот как у нас сейчас над больными Хуран читают лечат джахили это было у арабов такие лекари были Димад был один из таких и Димад говорит хочешь я прочитаю над тобой и пророк саллаллаху алейху ассалям отвечает ему следующими словами поистине вся хвала принадлежит Аллаху вся хвала вся хвала ее достоин только Аллах мы его благодарим и восхваляем и мы просим у него помощи тот кого Аллах наставит на истинный путь его никто не собьет тот кого Аллах собьет его никто не наставит я свидетельствую что нет божества кроме Аллаха единого нет у него за товарищ на самом деле мы это постоянно читаем мы уже привыкли к этому но Димад который был специалистом арабского языка знает очень хорошо арабский язык все его как бы особенности он говорит а ну повтори эти слова для него это чудо это настолько в нем столько значит содержания в этих коротких словах и это настолько красновечивые слова он говорит повтори поистине твои слова по своему красновечию доход достигают дна моря то есть это предел красновечия дай мне руку я тебя присягаю и там аж дымад присягнул ему на веру то есть этих слов пророка алейсаляту ассалям хватило дымаду для того чтобы уверовать пророка алейсаляту ассалям потому что это действительно слова просто очень глубокого смысла и очень сильные и очень красновечивые то есть это тоже из чудес пророка алейсаляту ассалям он говорит в достоверном хадисе утийту джавами алькалими мне даны мне дана то есть мне дана лаконичность выражения как это понять ученые сказали смысл этих слов означает что Аллах дал мне настолько четко выраженную лаконичность вместе с содержательностью этой речи то есть он мог двумя тремя словами выразить столько значит смыслов для которых другому человеку необходимо чуть ли не речь одну произнести допустим вот слово ля дара ва ля дара нет вреда изначально и в ответ это коротко мы переводим но означает в комментариях к этому хадису там столько заключений сделали ученые столько выводов то есть нельзя изначально кому-то вред делать и в ответ людям тоже нельзя вредить и такого у пророка было очень много это тоже чудеса пророка мухаммада саллаху алейху ассаллаху следующий хадис передает джамир бну шаддад это он из таби'инов он говорит один человек которого звали тарик тарик мабдилля аль-мухариб это сподвижник пророка алейху саллаху ассаллаху он не рассказал это джамир не сообщил тарик что он увидел пророка алейху саллаху ассаллаху в мадине это он еще не мусульман первый раз я увидел его когда мы прибыли в мадину и пророк подошел к нам и спросил есть ли у вас что-то продажное то есть вы что-нибудь продаете мы сказали у нас есть вон верблюд для продажи пророк саллаху алейху спрашивает почем мы сказали столько это столько это вас фиников вас это 180 литров литровая емкость которым измеряли финики как у нас бамиль и так да баррель то есть и столько то уас то есть столько то емкость финик то есть продаем за финики пророк взял за узду этого верблюда и пошел в мадину потом он говорит мы между собой говорим мы продали человеку и не знаем даже кто он мы даже не знали кто это как мы отдали верблюда не знаем даже кто он кинет не кинет что мы что сделали да и с нами была одна женщина нашим в этой группе в этом караване была одна женщина она крикнула я гарантирую я то есть в доме на я отвечаю у них у арабов было если человек берет гарантию все он должен отвечать я гарантирую оплату этого блюда и она говорит я увидела лицо она объясняет почему она за него так уверена нога я увидела лицо мужчины подобно ли лицо подобное в луне в ночь полнолуния лицо порядочного человека который не поступает веролом женщина увидела лицо пророка она сразу по лицу дала ему оценку и он говорит на второй день когда наступил второй день пришел человек от пророка алей салату ассалам с большим количеством фиников и говорит я являюсь посланником пророка мухаммада ассалаллаху алей вассалам он велел вам ешьте с этих фиников сколько хотите и потом сколько мы договорились вот это количество фиников сполна отмерьте и забирайте то есть он отправил финику финики в счет оплаты еще отправил им ешьте сколько хоть там караван сколько хотите ешьте сколько хотите а потом сколько вот вы сполна всю оплату забирайте все мы в расчете следующий адрес история правителя умана которого звали аль-жуланди джуланди когда до него дошла весть что пророк алей салату ассалам призывает его к исламу пророк отправил к нему гонцов прими ислам они рассказали ему кто он что он к чему призывает что он делает джуланди был очень человек проницательным он говорит валах мне указала на то что этот неграмотный человек является пророком то что я услышал во первых чтобы он не приказал делать он бывает всегда первым кто начинает это делать это было сумма пророка мухаммад ассалаллаху алейху ассалам все что приходило из шариата он первым сам начинал делать чтобы он не повелевает он всегда первым это сам делал и лучшим образом чтобы он не запретил он бывает первым кто это дело оставлять воздерживается от этого и он говорит также мне указала что это пророк что когда он побеждает его не охватывает высокомерия и гордыня когда он терпит поражение он не раздражается он не раздражается обычно человек когда проиграл там обидно раздражение у него я заметил что у него нет этого исполняет договор следующий факт который подтверждает его пророчество исполняет договор исполняет обещанное и я свидетельствую говорит что это пророк то есть джуланди правитель умана человек проницатель умный он расспросил о нем он поинтересовал что же человек когда ему рассказали люди которые заслуживают доверия он обратил внимание на эти факты это все значит особенности пророков еще раз повторю первое он говорит что мне указывает на то что он пророк он поклянется на это чтобы он не повелевал он бывает первым кто это делает чтобы не запрещал бывает первым кто от этого воздерживается когда он побеждает не проявляет высокомерие гордыню презрение к людям у него этого нет мы же сегодня видим когда современные какие-то сражения победители обычно ну сейчас такие традиции они унижают побежденных унижают побежденных там заставляют пройти с побежденных там парад позора там опущенными этими там головами там да такие моменты в современной тактике там значит как как сейчас это называют не вспомню это слово когда идет идеологическое нанесение идеологического поражения да у пророка этого не было он идет на взятие мекки опустил голову чуть ли седла не касается его борода с опущенной головой заезжает мекк никого не унижает казнил там некоторых людей а так остальных простил наносили ему поражение еще то что джоландик он не это его не раздражало почему потому что его все отношения с людьми война победа поражение это было все ради Аллаха там ничего личного нет какие-то личные обиды такие вещи он не смертел поэтому всех кто его притеснял обижал он всех их прощал не было никакой мстительности да сейчас мы видим там попробуй на какого-то большого хакима правителя сказать что там тебя потом сидят они да месть преследование и так далее у пророка такого не было в тех случаях когда он казнил некоторых это было не лично это было когда это касалось вопросов религии когда покушение было на религию да тогда он наказывал ну личное он не это на это не обращал внимания ибо на второй один из известных имамов нашей умы он говорит относительно аята священного какого корана я кааду заитох заитох юды у валав лам тамсасхуннар то есть его в этом аяте Аллах субханава ва тааля в куране приводит пример того хидаята который Аллах субханава ва тааля дает сердце человека И он приводит это в таком пример, как пример светильника, который находится в нише, то есть хидает, который Аллах дает. И там в этом аяте говорит, что масло этого светильника близко к тому, что дает свет без того, чтобы ее разжечь. Ибн Афтавей говорит, этот пример Аллах привел пророку Мухаммаду. То есть он говорит, под этим подразумевается, что его внешний вид указывал на его пророчество. Даже если бы он не читал Кур'ан, как об этом говорит Ибн Афтавей в своих стихах. Он говорит, если бы у пророка Ибн Афтавей говорит, если бы у пророка не было каких-то доказательств, вот этих му'джизатов, то его внешний вид тебе сказал бы о его сущности. Это были слова Ибн Афтавей. Поэтому вот это первая часть. Сама внешность пророка, алейсалату ассалам, говорила многое. Сегодня тоже бывают порой люди, праведники большие. Его внешний вид указывает, что это праведник Аллаха. У тебя просто, как в хадисе пророк говорит, что души людей, это их пример, как пример воинов, которые используются для какой-то цели. И он говорит, что те души, которые близки по духу, они сближаются. То есть люди праведные тянутся к праведным, плохие тянутся к плохим. Это удивительно. Есть такая особенность у человеческой души, которую современные психологи особо не исследуют. Обычно человек чаще всего тянется к тому, кто подобен ему по духу. Я просто видел по своему личному опыту, когда еще в студенческие годы, смотрит человек, у него пристрастие к спиртному. Куда не поедет, он найдет себе подобных. Куда, он сразу находит таких же, как он. Наркоманы находят себе подобных сразу. Ты его в чужой город отправь, он тебе за несколько часов, ты даже, может, в этом городе живешь, не знаешь, что там такие есть. Он их сразу находит. Понимаете? Точно так же праведные люди, праведные люди, они находят праведных людей. Внешность этих людей внушает нам о том, что это праведник. Что это хороший человек. Так вот, это мы говорим о простых людях. Внешность пророка Мухаммада, саллиллаху алейкум, была одним из самых главных его чудес. То есть, люди видели его, и мгновенно, значит, менялось их отношение, и, значит, возникала вера в этого человека. И даже информация о нем. Сегодня мы видим, что многие какие-то известные, влиятельные люди, ученые, там, какие-то политические деятели, военачальники. Много очень красочных, выразительных высказываний о пророке Мухаммаде, саллиллаху алейкум. Они его не видели. Но то, что они читают, это дает им, значит, понимание того, что это был действительно великий человек. Вот это первое, что мы сегодня, иншаллах, хотели вам рассказать. Иншаллах, мы на следующем уроке уже больше будет у нас уже здесь младжизатов. Пророка, алейкум, саллиллаху ассалям. Мы по всей книге, оно будет нас сопровождать. Чудес у него было, еще раз говорю, очень много. Больше, чем у других пророков. То, что у него между пальцев начинала вытекать вода, из которой напились огромное количество людей. Когда он посредством дуа смешал еду, еда, которая была приготовлена на 5-6 человек, его хватило на 800 человек. На 800 человек. Выбитый глаз он на место вложил, и все, глаз ожил, и больше до самой смерти он не терял своей остатой. То, что он предсказал, что будет. В свое время и потом. Он же многое предсказывал. Поэтому у него было очень много чудес, которые указывали убедительно, что пророк Мухаммад, саллиллаху алейкум, является пророком. И нам надо это сегодня знать. Потому что для нашего призыва, мы когда говорим с людьми неверующими, мы, во-первых, должны объяснить им, что такое пророчество. Что является доказательством пророчества. Сегодня это слово используется не к месту. Какой-то поэт там предсказал что-то. У Пушкина, например, в стихах есть такое, бывает. Аллах дает некоторым людям остую такую интуицию, проницательность. Могут тоже предсказать. Как мы помним, Жириновский там. Многие вещи предсказывал. 10, 15, 20 лет назад то, что происходит сегодня. Человек был проницательный, очень грамотно образованный. И человек, знаешь историю, знаешь политологию. Значит, он предсказывал. Но это другое. Он не заявлял, что он пророк. Если бы он сказал пророк, Аллах не дал бы ему такие способности. То время как, если эти вещи делает человек, который говорит, я пророк, то это уже, и это все подтверждается раз за разом, то это является доказательством его пророчества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...